С января следующего года в регионе начнет действовать новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сборами и утилизацией мусора займутся региональные операторы. Сейчас они готовятся приступить к своей деятельности. Старомайнский, Чердоклинский районы и Заволжье областного центра попали в зону ответственности регионального оператора номер 3. Жители этих муниципалитетов предупреждают о том, как изменится их жизнь с нового года. К 1 января 2019 года нами будет запущен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью до 60 тысяч тонн. Он позволит нам сортировать отходы и около 40% они будут направлены во вторичную переработку. Мусоросортировочный комплекс должны появиться в зоне каждого из пяти региоператоров. Все они будут объединены в единый кластер твердых коммунальных отходов. Или говоря по-другому, экотехнопарк. Он должен заняться сортировкой и вторичной переработкой коммунальных отходов. Самые первые вообще в принципе сказали то, что возможно такое вот словосочетание, возможно такой вот проект. Сегодня уже многие регионы Российской Федерации повторяют то, что говорит Ульяновская область и говорит о создании экотехнопарков. Региональные операторы не просто возьмут в свои руки сбор отходов, но и постараются всячески облегчить жизнь обычных граждан. Комфортные площадки, контейнеры с педали, открывающие крышку бака, контейнеры для раздельного сбора мусора и современные европейские мусоровозы с функцией мытья баков. Такая картина становится уже привычной для областного центра. Но вскоре технологии чистоты охватят всю область. Эти технологии сейчас уже становятся доступными и для муниципальных образований Ульяновской области. Но в первую очередь я говорю о зоне деятельности рекоператора номер один. Несмотря на то, что начало самой деятельности будет со следующего года, мы уже внедряем эти технологии, технологии чистоты. И наши контейнеры и мусоровозы можно встретить в Корсунском районе, в Сурском районе, в Ульяновском районе. Региональные операторы должны будут не допускать появление новых несанкционированных свалок. Но и старые стихийные горы мусора тоже ликвидируют. Федеральный центр одобрил план по ликвидации одного из самых известных полигонов области в Красном Яре, известного с не лучшей стороны. Гигантская свалка появилась в 1986 году при строительстве нового города. Данный полигон будет включен в приоритетный проект «Чистая страна». На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства сформирована заявка. Заявка Москвой одобрена. Регион получит федеральное субсидирование на ликвидацию свалки. Часть отходов отправится в вторичную переработку. Часть ждет термическое уничтожение. Или, проще говоря, сожжение. Ориентировочно Красноярский полигон будет ликвидирован в течение 3-5 лет. Егор Тстов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.